Друзья, всем привет! Я Алексей Подлесный, бренд-шеф ресторана Фурюк и Гранда Урюк Антона Винера. Сегодня мы будем готовить блюдо из айвы. Полноценный обед. Это монопродукт, он очень кислый, кислее лимона и напоминает грушу. Сегодня мы приготовим первое блюдо. Это суп из голяшки с фенхелем и айвой. Смотрите, какое идеальное сочетание продуктов. Супчик получится великолепный. А также плов из желтой морковки, айвы, лука, немного сухофруктов, конечно же, риса и белых грибочков. Уверен, на компанию будет сочетание просто идеально. А также десерт из айвы. Мы ее приготовим вместе со свеклой. Я выжил специально свекольный сок для этого. Также нам понадобятся фисташки и маскарпоне от метра. Ну что, ребят, приступим к приготовлению. Первое, поставим вариться супчик. Берем любой бульон, либо куриный, либо говяжий, либо из ягненка, вот как я сегодня взял. Складываем туда голяшки. Вот так вот можно выкладывать, чтобы косточки торчали. Они все пропарятся. Мы обязательно все это дело герметично закроем, выкладываем. Вот, смотрите, все, один к одному. Берем, берем фенхель. Чаще всего на кухне вот эта часть боковая используется для приготовления салата. Но сегодня мы вот эту верхнюю часть, особо ненужную, используем для приготовления супа. Выкладываем, добавляем кимьянчик. Ну и, конечно, как мы можем обойтись без айвы. Айва это наша основа основ сегодня. Так, мы ее разрезаем вдоль. Она достаточно такая жестковатая. Еще раз вдоль. И еще одно движение простое. Вырезаем сердцевину. Нам косточки в нашем блюде не нужны. Суп получится очень ароматный, вкусный, с мятой. В конце обязательно насыпем немножечко мяты. Баранина идеально сочетается с кислым и мятным вкусом. Вырезали, боковушки подрезали, все части удалили. И вот у нас получается, смотрите, набор голяшек, бараньих, айва, перчик, фенхель, тимьянчик, бульончик. Ребят, ну вот такой набор у нас получился. Пойдемте готовить. Готовим супчик с голяшками из ягненка. Ставим на огонь и по такой же технологии отрываем кусок фольги и закрываем. И варим до полной готовности нашего супа. Как определить? Достаточно очень просто. Мясо от голяшки должно отслаиваться. Значит, тогда супчик готов. Единственное, что доведем под соль и перец в конце. Ну что, ребят, проверим, как наш супчик поживает. Ух, как бурлит. Немножечко добавим соли. Совсем чуть-чуть перчика. Ну все, смотрите, как голяшки здесь проварились. Красотища. Айва готова, все готово. Идем пробовать. Прям не терпится попробовать такой вкуснейший супчик. Аромат не передать словами. Сервируем наш вкуснейший супчик. Я думаю, наверное, для такого супчика нам понадобится две голяшки. Выкладываем рядышком. Кладем айву. Раз. Наверное, вот так вот положим бочком ее, чтобы была видна. Два. Чили перчик. Обязательно. Ну и, конечно же, как мы можем обойтись без фенкеля. Вот такой красивый у нас получился супчик. Добавляем бульона. Бульона добавляем. Бульон настолько наваристый. Не передайте, ребята, словами. Я, знаете, могу это сравнить с тем, что как по вкусу пахнет хаш. Только хаш готовят из телятины, а это из баранины. Добавляем веточку тимьяна. Отломаем частичку. Стыкаем. И немножечко добавим сюда кинзы. Кинзы. И мятки. Прям вот крупными кусками порубим сюда. Прям вот так вот обильно. Ух, аромат. Можно также подавать этот суп с йогуртом, со сметаной. Ну, в общем, на любые вкусы газской жизни. Кладем здесь рядышком. И вот такой вот у нас получился вкуснейший наваристый супчик с айбой с зеленком. Приступим к приготовлению вкуснейшего ферганского плова с айбой. Нам понадобится желтая морковка, горох, изюм, белые грибы, ну и, конечно же, лук. Лук вообще в ферганском плове – это основа основ. Он придает цвет и аромат голову. Ферганский плов отличается от других плов, которые готовят там домохозяйки, в других ресторанах тем, что он готовится исключительно только с белыми грибами. Ну, можно использовать курицу, но в основном белые грибы и айва – это два идеальных продукта, которые сочетаются в этом плове. В сочетании и пропорции для нашего плова берем 3 луковицы, охапку грибов, вот буквально тут, наверное, 4 ложки гороха, 4 ложки изюма и прям добрых 4 щепотки риса. Ну и, конечно же, мы не можем обойтись без морковки. Морковка должна быть в ровных пропорциях, как и айва. Морковка придаст сладости. То есть, получается, айва дает кислоту, а это как нейтрализатор сахара. Желтая морковка – один из самых традиционных продуктов Узбекистана. Эту морковку выращивали на полях, и она была всегда в простой доступности. В Москве мы используем красную морковку, но для приготовления правильного ферганского плова нужно исключительно использовать желтую морковь. И, слава богу, она сейчас в спокойном доступе у нас. По традиции, ферганский плов и вообще все пловы, которые есть в Узбекистане, готовят в 6 утра. Мужики собираются вокруг огромнейшего казана, наливают хлопковое масло, кидают одну луковицу, и когда третья шкурка, третье кольцо здесь прогорает, значит, масло готово, и можно закидывать туда мясо, лук и готовить плов. Поехали, ребята! Лук можно приготовить на открытом огне, как я сейчас буду делать прямо на углях. Либо же можно поставить просто на плиту, разогреть чугунный казанчик до прям огненного жара и начать готовить. Добавляю масло, полстакана, и обжариваю белые грибы с айвой. Добавляю грибы, айва, слегка обжариваю и добавляю лук. Еще немножко добавим и пару грибочков туда еще раз, два. Все, на этом открытом огне все будет готовиться, обжариваться. Это как в узбекском направлении, если разговаривать, называется зирвак, то есть основа плова. То есть здесь может быть либо мясо, либо курица, либо баранина. Зирвак готовится в районе 30 минут. Все протушивается, добавляется зира, соль, сахар. Сахар обязательно нужно добавлять, чтобы понять, какое количество нужно, вот именно пропорции, баланс. Сладко-соленый должен получиться вкус. После того, как зирвак готов, добавляется рис. Рис обязательно замачивать в воде около 10-15 минут. Вода должна быть обязательно теплая. Сверху засыпают и плов с этим где-то готовится от часа до полтора. И у нас получится полный казанчик плова с белыми грибами. Добавим практически в самом конце изюм, горох нут, так как он пропален уже у нас, и морковку. Все, и сверху засыпаем рисом и готовим 40 минут, и наш плов будет готов. Ингредиенты обжарились, добавляем морковку. Сверху выкладываем горох, изюм и еще чуть-чуть зиры, соль, сахар по вкусу. Вот такой зирвак у нас получается. Как зирвак будет готов, мы добавляем сюда наш рис. Мы сейчас его замочим и добавим. Ну что, наш зирвак готов, ребята. Добавляем, смотрите, заранее замоченный рис. Вот я его замочил, промыл хорошенько, чтобы не было здесь камней. Используем рис лазер для приготовления. Но перед тем, как закладывать его, мы добавляем нават. Нават – это узбекский сахар. Это получается, знаете, его можно как сосалку обычно, как карамельку брать. Как вот, знаете, петушок вот был в свое время в детстве, то же самое, только это нават. Выкладываем его сверху, добавляем соль и выкладываем рис. И сверху рис слегка подсаливаем и добавляем немножечко зиры. Вот так вот все. И заливаем водой. Воду, смотрите, обратите внимание, надо заливать не сверху, а именно по краям. Вот, смотрите, закипел рис. Все. Закрываем. И наш рис при периодическом помешивании будет готов через 40 минут. Будем сейчас пробовать. Ну что, наступил долгожданный момент. Готовность теплого. Проверяем, ребята, готовность. Айба готова. Грибочки прям поджарены как нужно. Проверяем рисок. Пробуем. Смотрите, ребята, вы знаете, хочу вам еще раз напомнить. Сначала готовим зирвак. В него входит морковка, лук, грибы, айба, изюм, горох нут. Все это обжариваем. Сливаем бульончиком, добавляем нават. Это узбекский сахар. И подсаливаем. И зиру. И все. И даем вариться 30 минут. После готовности зирвака добавляем рис. И рис готовится 40. То есть в течение полутора часов у вас получается вот такой плов с айбой и с белыми грибочками. Но как правильно вы кушать? Многие европейцы едят вилки. В Узбекистане за это мы просто расстреляли на месте. Вы просто, знаете, выгнали со стола с позором. Вы его ложкой едят. Кладут себе на тарелку. Тоже выгоняют прям со стола жестко. Как правильно есть? В Узбекистане не было такого количества вилок и ложек. Когда сидели мужики с утра в 6 утра за столом, не было. Они просто сидели и балдели. В этом казане брали вот так вот просто щепотку. Прижимали ее в бок, чтобы удалить лишнее масло. Отжимали. И получается у нас получались такие грабельки. То есть вот эти грабелики скидывали, получается, себе, как бы, получается, для еды. И ели. Вот так вот, раз. Вкус идеальный. А самое главное, обратить внимание, что морковка сохранилась в форме у нее. И риск правильно проварить. Ребят, всем рекомендую готовить не только как в Узбекистане по утрам, а на все праздники, которые вы можете сами себе вот именно организовать. Ну что, приступим к приготовлению вкуснейшего десерта из айвы. Я, смотрите, ее уже пополам разрезал. Вот так вот выкладываю по кругу. Десерт, на самом деле, очень простой и готовится очень достаточно элементарно и быстро. То есть айву разрезали пополам, вытащили через сердцевину, выложили по кругу. И, смотрите, я выдавил из вкуснейшей свеклы фреш. Вот этим фрешем заливаем. Вот достаточно, чтобы покрывало где-то один сантиметр. То есть вот такое состояние у нас должно получиться. Сюда мы добавляем, вот я предпочитаю ассорти сахара. Это коричневый и белый. Потому что получается такой более каррелизированный вкус. Вот так вот, в принципе, достаточно. Еще пару кусочков закинем сюда. И немножечко сюда добавим вот так вот прям пару цедр апельсиновых для аромата, для пущего вкуса. Ну и, конечно же, сюда добавим чуть-чуть черного перчика. Он придаст такой легкий аромат. И чуть-чуть душистого. В принципе, наша айва готова. Ее достаточно проварить до готовности. И можно кушать ее с любым десертом как дополнение и как самостоятельное блюдо. Можно с клюквенным соусом. Но сегодня мы будем есть с маскарпоне от метро и с фисташками. Пойдемте, ребята, готовить. Мы готовы к приготовлению нашей вкуснейшей айвы. Ставим на плиту. Закрываем фольгой. И в 30 минут при слабом кипении она стоит готовиться. Ну что, проверим, готова ли наша айва. Открываем фольгу. Воу, как она у нас тут, смотрите, запухтела. Ух, красотища. Прогаем. Готово. Идем пробовать. Смотрите, какой у нас получился десерт за айвы. Вот такой красочный. Там яркие-яркие краски. Всегда хочется в любое время получать блюдо с яркими-яркими контрастами. Вот так вот выкладываем хаотично, как упало. Так и кладем. Вот так вот сюда добавляем. Не забываем, что в айве очень большое количество витамина С и В. Эти два витамина нам необходимы для нашего иммунитета. Выложили. Поливаем совсем немножко сачком вот этим, в чем она варилась. Вот так вот так вот так вот так поливаем. Есть. Ну что, наша айва готова к тому, чтобы получить большую такую дозу крема. Раз. Два. Прям щедрую такую горсточку. Три. Кладем, кладем. Прям хаотично выкладываем. Как упало. Как упало. Ничего страшного. Мы все-таки делаем такой домашний рецепт. Айвишка какая получилась у нас. Очень вкусно. Прям вот щедрую горсточку фисташечек. Прям щедрую. Не щадим. Айва, фисташки, маскартона. Еще добавим прям вот совсем чуть-чуть цедры. Вот так прям щедрую горсточку цедры. Аромат. Ух, ух, прям фантастика какая. И добавим в завершение, в завершение добавим пару веточек мяты. Совсем немножечко. Вот так полотно едет сбоку. Вот такой у нас получился десерт. Айвиш, сваренный с сахаром и свеклой, и с карпунами, фисташками и цедрой апельсина. Приятного всем аппетита! Друзья, мы сегодня приготовили блюдо из монопродукта. Из айвы. Смотрите, какой вкуснейший супчик из качалок ягненка. С айвой перчиком, мятой, кимьянчиком. Также ферганский плов. Тут еще помимо айвы есть белые грибы, желтая морковка, зират. Аромат, не передать словами. Ну и десерт. Удивительный. Из айвы еще можно готовить десерт. Запеченный. Можно также запекать его и варить. Вот сегодня я сварил вместе с свекольным фрешем. Вышел фреш из свеклы, добавил сахара, цедра апельсина, корица, кориандр, бадьян. Сварил до полной готовности. Сверху прям шлепки, именно по столовой ложке. Маскарпоне, апельсиновая цедра и фисташки. И все это подается с мятой. Вот такой полноценный обед у нас получился. Ребята, не забывайте экспериментировать. Всем приятного аппетита, а я с вами прощаюсь, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!